Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Все никак не доходили руки у меня сделать отснятый интересный обзор по зеленому дракону Аугуанг на вооружении 3 Тулумбас. То есть воздушный Тулумбасник, исключительно как робот поддержки. Давайте посмотрим, как можно максимально эффективно на нем отыгрывать. Ни в коем случае на этой сборке не нужно на зеленом драконе ходить в атаку. Друзья, это исключительно сборка для откатов. И эти откаты я вам покажу. В этой игре нужно отыгрывать, защищая маяки, поддерживая свою команду и добивая выбранные цели, у которых уже осталось мало ХП. Либо со встроенного вооружения, а спецспособность зеленого дракона, напоминаю, друзья, он взлетает, начинает летать с достаточно неплохой скоростью. И стреляет ракетами типа Гидр, которые залетают за препятствия, ударяя по цели просто под невероятными углами. Плюс, напоминаю, в полете у зеленого дракона сопротивление урона больше 80%, то есть больше, чем у фалькона. Мы будем с вами тестить потом зеленого дракона с пилотами, насколько он станет эффективным. Плюс, не забываем, появятся антиарестные щиты и как с ними будут разные роботы себя проявлять, тоже все это будем тестить и показывать в обзорах. Сейчас я как раз работаю на откате. Подлетел, уничтожил цель и сразу же отхожу назад, набирая дистанцию. При необходимости я дам небольшой группе противника захватить маяк, плавно его уничтожу и маяк будет перезахвачен назад. Сейчас задача добить спектра в центре и уничтожить. С левого фланга прорывается Пурсуер. Как раз пришло время взлетать, выпал из стелс режима Пурс и стремительно его разрабатываем с помощью тулов и добиваем со встроенного вооружения ракетами типа Гидра. Но дистанция встроенного вооружения не как у Гидр 600 метров, а 500, не знаю почему, но разработчики сделали так. Хотя он был очень бы эффективен именно на 600 метров, если бы это работало у него встроенное вооружение. Можно попробовать его в комплексе с Гидрами было бы тогда. А так с Гидрами получается он неэффективен. Дистанция Гидр 600, а встроенных Гидр 500. Спокойно перезахватываем маяк, еще отстреляемся по противнику, доведем Ареса. Красные команды до Ластенда и сразу же набираем на отход, отходим за пределы поражения встроенного вооружения Ареса. То есть действуем спокойно, плавно и эффективно. В этом заключается работа на любом роботе поддержки, друзья. Спешка исключена и атака тоже исключена. Ну что даст атака на Тулумбаса? Один залп и пара-тройка выстрелов с дозарядки. И потом мех будет сожжен. Ухожу снова за пределы Ареса и попутно добиваю инвайдера. Снова освобождаю центр. Время уже у противника на исходе. Он просто ничего здесь уже не успеет сделать. Можно вот так вот плавно, спокойно отыгрывать бои и при этом брать первое место по урону, друзья. Вынуждаем Меркури прыгнуть, но это уже не имеет значения, потому что время у красной команды закончилось, бой оканчивается нашей победой. Пусть миллиончик, но все же приятно. А мы переходим во второй интересный бой на карте. Пауэрплейн. Давайте посмотрим, как на таких картах, где много препятствий, может отрабатывать зеленый дракон Аугуанг на вооружении 3 Тулумбаса. Я буду изматывать противника с правого фланга, постоянно нанося повреждения отдельно выбранным роботам, стараясь как можно больше переранить противника или добить уже под ранг. В этом плане Тулумбасы и встроенные гидры зеленого дракона очень хорошо с этим справляются. Отстреливаем спектра и сразу переводим огонь на правый фланг. Немножко обескроем сейчас роботов с правого фланга. И что хорошо, с этой позицией хорошо простреливается и лево-фланговый маяк, друзья. Такая вот интересная позиция вокруг этого столба. А столб этот на самом деле жизненно важен для тех, кто не знает на этой карте, против атак особенностей белого дракона. И в скором времени мы с вами сможем в этом убедиться, друзья. Добиваем робота противника. На сопротивление включаем лечение, плюс в воздухе сопротивление урона работает. И справляемся с вражеским аресом, выдерживая урон. Пытался очень хитро нас атаковать сейчас белый дракон. Ожидаем появления противника за препятствием, но противник опытный и не выходит. Оказалось, что он как раз и есть на белом драконе. Охотится этот парень уже явно на меня, поэтому будем действовать исходя из этой обстановки. Неудачно он приземляется и можно сплэшем сейчас отработать сразу по обоим роботам противника, наносим хорошие повреждения. Одного удается добить, и мы сразу же бежим за спасительный столб, ожидая взлета зеленого дракона. То, что атака неминуема, это однозначно. Уже было ясно, что этот парень охотится именно на меня. Лучшее средство борьбы с белыми драконами, небольшое препятствие, чтобы отслеживать исходящий от белого дракона урон и уходить от него по кругу вокруг препятствия, ожидая падения белого дракона. Как только он падает, я взлетаю, у меня включает сопротивление урона, плюс я включаю лечение и добиваю белого. Долго-долго я уже удерживаюсь на этом фланге. Еще удается добить одного робота противника и спокойно отходим на перезарядку. Пытается за мной еще Хаечи подранок серьезно охотиться. Странно, но щит я не достал. Мне ребята активно помогают, добивают подранка и можно выйти снова на интересную позицию. Пресекая попытку захвата левого флангового маяка, в этом плане очень хорошо могут гидры отработать, встроенное вооружение. И снова отходим за препятствие на перезарядку способность. То есть плавное, спокойное, расчетливое, откатное отыгрывание на зеленом драконе может иметь свои плоды. Особенно в режимах соло можно играть очень хорошо в превосходстве и очень хорошо можно на зеленом драконе отыгрывать в смертельной битве. И если аккуратно, но долго, конечно, не проживет, ну минуты две-три можно выжить и в гонку за маяками. Пресекаем попытку еще одного маяка, в этот раз с правого фланга и постоянно беспокоим противника в центре. Хорошая позиция, откуда все простреливается калумбасами и встроенными гидрами. Я решил поменять фланги и пройти с левой стороны. Пора взлетать, назойливый очень спектр охотится за мной. Меняем траекторию, сбиваем ему прицел и сразу же его отрабатываем после выпадения со стеллсом. Спектр уничтожен и можно заняться новыми целями. Арес там вдалеке потратил способность. Определяем следующую цель Ареса. Сносим ему, сплэшем, запрепятствуем сразу до ластенда все хп и взлетаем как раз у него. Ластенд уже отработал, можно добить его с помощью встроенного вооружения и тулумбасов запрепятствуем. Здесь я думал, что хорошо спрятался, но не учел, что спектр, который сейчас на меня прыгнет, а он тоже охотится именно за мной, как ни странно. Многих я достал на этой карте. Все-таки сплэшем меня тулумбасов достанет за препятствием. Посмотрите, как это происходит. Как тулумбасы достают подраненного противника за препятствием. Заходим на пауке, заходим на мощнейшем, просто на инвайдере, на короне и двух блейзах. Очень нравится эта сборка. Очень эффективна. Я постоянно ее применяю. В своих обзорах можете видеть. И советую, соответственно, к применению данную сборку. Очень хороша. Сейчас выбью трех противников с левого фланга, возьму маяк и песенка. Команды красных уже будет окончательно спета в этом бою. Буворка добили. Смело заруливаем на маяк. Потери у красных огромны просто, они ничего уже не успеют в этом бою сделать. Успел спрятаться спектр. Захватываем маяк и планируем последнюю атаку на респовый маяк красной команды. Можно уже смело расходовать инвайдера в ближнем бою. Ничего красные уже с этим поделать не смогут. По времени они полностью просели, плюс понесли огромные потери помехам. Иногда вот в гуще такой схватки есть недостаток у Глэйзов. Это перезарядка в течение пяти секунд и на открытой местности, как вот сейчас произошло, мне деться было некуда. Но тем не менее инвайдер свою задачу выполнил. На этом моменте, друзья, я с вами прощаюсь. Это был обзор зеленого дракона у Гуанг на трех лумбасах. Работайте на нем в качестве поддержки именно откатами. До новых встреч! Всем удачи в боях! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова